Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие, я вас всех приветствую, меня зовут Ирсен, спасибо вам, что вы на моем канале, ставите лайки, комментарии. Давайте сегодня посмотрим, тема расклада, очень девочки просили меня, ну так как канал для вас, собственно говоря, мне не жалко, что, где он, да, сегодня выходные, те, кто будет смотреть сегодня суббота у нас, да, где ваш загаданный партнер, чем он занимается и так далее и тому подобное. В общем, все, что покажут карты, давайте посмотрим, так как расклад на одну позицию, мы посмотрим, что у вас на данный момент с вашим загаданным партнером в отношениях, что у вас с вашим загаданным партнером в отношениях на данный момент, на текущий момент, что у вас. А вы здесь, у вас непонятно что, я бы сказала, вы понимаете, во-первых, вы карта страшного суда, здесь это судьбоносные отношения, вы встретились не просто так, вы проходите свои уроки, но на данный момент, да, карта восьмерка мечей, карта скованности, карта ограничений, карта, когда вы по каким-то причинам не можете быть вместе. Разные страны, разные города, разные обстоятельства, муж, жена там и так далее и тому подобное. То есть такая ситуация, когда есть скованность в отношениях, нету движения в отношениях, нету света в конце туннеля, да, ограничения какие-то есть между вами на данный момент. Так, что у вас здесь, что у вас здесь еще в отношениях? Ну здесь, смотрите, здесь такая ситуация, либо вы были с этим человеком в каких-то отношениях семейного типа, либо вы его жена, действительно, да, но человек не брал на себя ответственность, либо вы у человека, либо у вас была семья. Здесь могут быть треугольники, четырехугольники, потому что здесь карта семьи, карта стабильных отношений и карта девяточка кубков, которая указывает на то, что здесь человек мог на что-то променять, да, вас, либо, опять-таки, да, если вы второй женщиной являлись, то вот вы как бы были таким... Здесь просто мужчина, да, вот по этой, если линии идти, мужчина хотел усидеть на двух стульях, да, двойка, двойка пентаклей, мы хотим усидеть на двух стульях, мы хотим как-то и нашим, и вашим, да, то есть вот здесь вот, видите, помните, как классная такая карта, помните, как я говорила, Фродо из «Властелина колец», вот здесь вот этот Фродо из «Властелина колец», вот он сидит, да, в своем богатстве, вот, а дверь эта открытая не видит, то есть цепился, да, во что-то там такое, вот ему хочется, прекрасно время провести, хочется как-то друзья, может быть, да, как-то тянется к выпивке, может быть, да, у кого-то, у кого-то с праздным образом жизни, хочется показаться не тем, кем он является, пыль в глаза пустить здесь по этой карте, также, да, как-то у него здесь есть некий момент пентакли-пентакли, да, зациклен на материальном, на чем-то, вот такая вот ситуация, да, и мужчина сейчас выходит король мечей, обычно это показывают бывшего, да, это общий расклад, но тем не менее, как бы, карта бывшего, здесь какое-то у вас подведение итогов идет, здесь может быть подведение итогов, ведь какое может быть, здесь мужчина, либо вы предложили какую-то мировую человеку, а может быть, это не мировая, это просто подведение итогов, потому что это последний старший аркан, да, это подведение итогов, это завершение главы в вашей жизни, то есть у кого-то может быть и так, да, что человек появился, и может это вам предложил, вот, да, потому что он здесь стоит, смотрит на вас. То есть, если вы видите, да, здесь человек как бы повернут в вашу сторону, он смотрит на вас. Вот. Поэтому здесь, смотрите, мог какую-то мировую предложить, либо просто вы здесь сами пытаетесь завершить все это дело, потому что нашим, вашим здесь устали. Это не обязательно треугольники могут быть. Это могут быть, да, у вас отношения от семейного типа, длительные отношения. Вы уже человека считаете родным, считаете семьей, а вот он вас не считает, да. Тут он все в гульках каких-то, да, куда поманили, туда и пошел, там поманили его пентаклями, он туда и побежал. Поманили там кубками, он туда, то есть, знаете, какая-то вот такая вот искушение вечно какие-то у человека. Человек в искушениях, вот так бы я сказала. Что еще сейчас между вами? Ничего, здесь карта ухода. То есть, ну, я так понимаю, что это вы. Вы здесь ушли, да, либо это вот человек отправился за какими-то новыми горизонтами, за какими-то новыми впечатлениями, да, собрал свой рюкзачок и, собственно говоря, пошел. Да, поэтому здесь смотрите, либо это вы ушли из отношений, либо это мужчина ушел из отношений. Но для чего он ушел? Для того, чтобы какие-то новые впечатления получить. Вот, но здесь, видите, вот эти вот три норны, такие вот, да, своеобразные, здесь вот они плетут вашей нитью судеб, да, вот здесь вот арфа их производит, вот этот мужчина, и они сплетают. Поэтому здесь еще, как говорится, ваша песенка не спета, да, это без сарказма, девочки. Ну, вот пока еще, как бы, да, вот, пока еще заключительных аккордов здесь не видно. Ну, соответственно, наверное, поэтому вы смотрите этот расклад, что аккордов-то и заключительных нету. Вот такая вот сигнификация. Сейчас на данный момент попыталась побыстрее все это рассказать, потому что тут некоторые говорят, что очень долго вы сигнификацию рассказываете. Поэтому постаралась побыстрее. Поэтому, понимаете, ваш расклад, смотрим дальше. Не ваш расклад, значит, к сожалению, мы не попали в ваш ментал, не считали карты вас. Если, знаете, как понять, если 80% резонируют, значит, это ваше, свое будут там услышать. Если меньше 80%, значит, это не ваш расклад. Не притягивайте за уши того, чего нет. Вы даже карты, видите, у меня все просыпались, подтвердили. Так, где ваш загаданный партнер сейчас? Где он находится? Где ваш загаданный человек? Неважно, мужчина, женщина. Где ваш загаданный человек? Сейчас на данный момент находится ваш загаданный партнер. Карта шута, карта дурака. Это означает о том, что он либо где-то в месте, где ему очень хорошо, весело, где, ну, какие-то могут быть. Да, это компания друзей, где хорошо, легко. Это может быть, не знаю, в кафе, да, в ресторане, как у кого можно, да, не знаю, там, в гроши у друзей с пивком. У детей также карта шута дурака. Это карта детская, да, тоже может указывать ребенка. Поэтому расклад общий, да, и здесь вот может у кого-то проиграться, что он действительно у ребенка сейчас проводит время, либо где-то с ребенком, либо в таком месте, где ему очень хорошо, где отдыхает его душа, где какая-то легкость у него, да, вот такое вот место. Что-то мне все карты перевернули здесь. Переживания у него есть, понимаете? Вот здесь показывают внутренние переживания. У него сейчас очень много обид и очень много переживаний, да, как-то вот неспокойно на душе. С чем связано это? С чем связано? Ну, с женщиной связано. С королевой у нас мечей связано, да, то есть у него переживания идут по поводу королевы мечей. Кстати говоря, он может переживать не только по поводу королевы мечей, но и по поводу своих детей. Переживания очень сильные у него, прям нестабильно, очень нехорошее состояние внутри. Ну, мы все знаем, в каком мы сейчас времени живем, какой сейчас у нас конфликт. Я не буду это озвучивать. Вы и так знаете, да, может быть, человек как раз-таки находится, вот эта женщина и вот этот ребенок именно там, да. Либо просто переживает по поводу отношений с этой женщиной. Это вы? Это вы? Да, я бы сказала да, потому что здесь какой-то конфликт был, да, потому что здесь какая-то неприятная ситуация была с этой женщиной связана, какая-то либо ссора, либо что-то вскрылось здесь, вот, либо что-то тут, ну, какое-то недопонимание здесь было, и он не понимает, что, да, это вы, что здесь произошло, поэтому у него как-то вот он не знает, что делать. Он вроде бы здесь и не хочет, да, вот войны, но оно как-то само собой получается. Не получается, знаете, как нормально открытого диалога. То есть такое ощущение, что вы когда только начинаете с ним разговаривать, у вас начинается, да, и у него претензии, и у вас претензии. То есть как-то вот конструктивного диалога, по крайней мере сейчас, да, у вас вот он не показывает, что он как бы может быть, этот конструктивный диалог не получается. Вот, ну, всему, всему есть причины, поэтому именно переживание у него идет. Обиды, знаете, здесь задето эго даже. Где-то человек, может быть, даже, знаете, хочет вам отомстить. Почему? Потому что, ну, как-то вы его эго, знаете, растоптали здесь, прошлись трактором по нему. Поэтому эго, знаете, здесь вот вы немножечко его спесь сбили, так скажем, с вашего партнера. Показали, где раки зимуют, да. Вот такая ситуация здесь. Так, это где он, да, в каком месте он. Давайте посмотрим, с кем он. То есть здесь понятно, что, да, он не с вами, здесь больше как-то душевное состояние, его показали. Он, может быть, кстати говоря, при дороге сейчас. куда-то, может, собрался и ехать. Но здесь больше как душевное состояние его показали. Вот где он. Ну, может быть, с ребенком здесь. Ну, сейчас в ожидании, пока все, что-то поменяется. Понимаете, он здесь в таком каком-то бездействии. Я подожду, пока само все поменяется. Понимаете, я вот не вижу, чтобы здесь человек как-то активно сам вовлекался в то, чтобы крутить свою судьбу. В том, чтобы изменить свою судьбу. Здесь у него карта ожиданий. Я подожду, пока само все. Пока там раки на горе Ламбадус танцуют с брейк-дансом, да, тогда, может, что-то я сделаю. Сейчас пока я буду здесь, пока посижу, подожду, что-то помедитирую здесь, да. Что-то такое ощущение, что он вообще бессмертный, реально вам говорю. Такое какое-то состояние у него, когда я подожду, а что ждать-то, как бы, ну, как бы, жизнь мимо тебя проходит, а он все ждет. Что ждет, непонятно, да. У вас уже, у ваших внуков уже внуки появятся, а он что-то все будет здесь сидеть, ждать. Такой вот интересный персонаж. А что он хочет от вас? Давайте посмотрим, что он хочет от вас. Ну, понимает, что у вас здесь башня произошла, ему без вас тяжело, он весь в обязанности, в обязательствах, что делать, он не знает. Здесь корнями врос уже в эту ситуацию. Есть какая-то женщина, которая здесь палки, колеса вставляет, он строит из себя здесь императора, ему одиноко, плохо, нытье началось у нас. И все. Не знаю, что делать. Соперничает с вами. Соперничает с вами. За что он соперничает? Ах, кто кого тут первый, понимаете, на поклон придет, да. Она моя дьяволица, я прям не могу без нее. Я хочу, чтобы она первая что-то, какие-то действия начала делать, да. Но самое, что интересно, я хочу, чтобы она начала делать, но пока не сам к чему серьезному не готов, да. Как только какая-то серьезность появляется, я сразу буду обороняться. Нет. Здесь вот такой интересный персонаж, да. Хочу, непонятно что хочу, хочу много чего, хочу ее победить, хочу, чтобы она как-то признала свои какие-то ошибки, какую-то вину, но ничего серьезного я сейчас пока дать не могу, да. Вот я пока, опять-таки, повернут на что-то материальное, на чем-то там, на каких-то удовольствиях, благах. И как только она мне будет что-то предлагать, я сразу буду выстраивать баррикады. Очень-очень такая интересная позиция у человека, у вашего. Так, ну давайте посмотрим, да, я сейчас все это уберу, с кем он. так, и смотрим, с кем сейчас ваш загаданный человек, с кем, с кем он сейчас, с кем. Ой, он с переживаниями сейчас, опять с переживаниями, ему кажется, что все. Сегодня вот уже несколько раз выпадала эта карта, нехорошо ему, душевно ему очень нехорошо, очень много переживаний. Может быть, опять-таки, это связано с тем, что у него там, может быть, родственники, в том месте, где сейчас неспокойно, да, и очень переживает он. Что, где он, с кем он сейчас, с кем он сейчас, с кем он сейчас. Ну, с мужчиной здесь он, карта мужчины выпала. Да, здесь даже не с одним мужчиной, с двумя. А что они делают? Может быть, еще и с ребенком, может быть, с двумя мужчинами, либо это он сам, и один мужчина, либо двое мужчин здесь, и, может быть, с ребенком. Опять-таки, если ребенка здесь нету, то они тогда здесь проясняют какую-то ситуацию по поводу денег. Какой-то шанс здесь предоставился им, судьбоносный, они сейчас решают какой-то вопрос денежного характера. Прояснение идет, карта Солнца, да, с Луны в Солнце, прояснение с этим мужчиной. Это для кого актуально, когда детей нету, да, если детки, то здесь как бы он с ребенком, и как с каким-то мужчиной. Мужчина может его из семьи быть, там, не знаю, там, брат, сват, не знаю, отец и так далее, и тому подобное. Здесь не обязательно друг, да, то есть, ну, может быть, и друг. Они сейчас разговаривают про помощь. Про помощь, они, кстати говоря, даже могут обсуждать помощи мира, да, вот эти вот глобальные проблемы, кому как помочь, либо, ну, усолит вот это все, да, потому что карта мира и карта помощи. Кто кому там что поможет. Ну, такое вот, да, они тоже могут обсуждать, если это точечно говорить. Если не точечно, здесь просто какую-то ситуацию хотят завершить, и ситуацию какую-то хотят завершить, потому что появился шанс, да, и они как-то друг другу, знаете, взаимопомощь какую-то оказывают. Это если в общем говорить, да, так вот здесь вот такая ситуация. То есть здесь он сейчас мужчина, и здесь женская карта не выпала, ни одна. И опять четверка Пентакли, понимаете, вот какие-то вопросы, и пятерка Пентакли. У них вопросы какие-то, они повязаны какими-то деньгами. Деньгами, финансовыми. Здесь они очень боятся остаться нестабильной сейчас у них все, да. Опять-таки, восьмерка мечей, карта нестабильности. Непонятно, у них вот какой-то шанс, какое-то дело, да, и они то ли вложились туда, и сейчас непонятно, что они с этого поимеют. Понимаете, очень переживают по поводу своих денег, по поводу своих финансов. Может быть, они куда-то отправили деньги, вложили деньги в какое-то дело, да, и поэтому здесь не понимают, что делать. Именно разговор финансов, здесь одни Пентакли идут, финансового характера. Мы хотим что-то свое, да, не потерять, потому что сейчас очень нестабильно, да, потому что можно оказаться в пятерке Пентакли, да, в карте Бомжака. Я извиняюсь, но у торологов часто эта карта называется карта Бомжа. Почему? Потому что денег очень мало, хватает только на самое-самое необходимое. Поэтому здесь вот так вот. Что он будет делать там вечером-ночью, да? С кем он там будет? С кем он там будет? С кем он там будет? А там будет женщина. Вот там он уже будет женщина вечером-ночью. Там карта императрицы идет. Но самое, что интересно, он не с ней вместе. Он туда соберется то ли поехать, да, только кто-то будет прилагать усилия, он поедет к женщине. Но здесь женщина, они не вместе, я не вижу их в отношениях. Карта тут отшельника, понимаете? Но она как к семье к его относится. То есть это может быть жена, с которой там, не знаю, отношения, когда чемодан без ручки, да, жена, когда здесь может быть одиночество вдвоем. То есть здесь как-то вот не вижу я здесь любовной тематики, понимаете, даже если это жена. Если это не жена, это может быть мать, дочка. То есть этот человек, который относится к его семье, он считает этого человека семьей. И он туда поедет. К этой женщине поедет. Что у них сейчас в отношениях с этой женщиной? Что у него сейчас в отношениях с этой женщиной? Карта мага, карта манипуляций. Что у них в отношениях? У них маг там. Манипуляции, магия у кого-то. У кого-то, знаете, кто-то кем-то манипулирует, пытается надавить на больные точки здесь. Здесь что-то незакрытые какие-то отношения. Здесь что-то у них незакрытые отношения. Огромный жирный знак вопроса между ними. Любовного тут ничего нет. Но здесь мужчина не может поставить какую-то точку в их взаимоотношениях. Если это жена, то здесь по этим картам, потому что одиночество вдвоем, я здесь не вижу как-то любовных отношений. И даже если это его жена, здесь он не может поставить точку именно как мужчина. Показывают, по крайней мере, что это мужчина не может поставить точку. А зачем он туда поедет? А зачем он туда поедет? Здесь просто карты такие, не о любви совсем говорят. Зачем он туда поедет? Зачем он туда поедет? Интересно. Непонятно вообще, зачем он туда едет. Какая-то ситуация болезненная. Ему надо ее разрешить. Очень интересно. Самое, что интересно, вы понимаете, что он эту ситуацию как бы перерос, что он эти отношения как бы перерос, а точку поставить не может. Зачем он туда едет? Из-за манипуляции. Потому что как-то здесь десятка мечей, опять двойка пентаклей. Здесь такие вот... Я не вижу такого повода, чтобы он хотел туда ехать. Знаете, это такое ощущение, как будто он вынужденно должен туда ехать. Вот не хочу, но придется ехать. Потому что, ну, вот такие карты и десятка пентаклей, и двойка... Ой, десятка мечей, прошу прощения. Десятка мечей, это очень болезненная карта, да. Двойка пентаклей. Здесь тоже нашим, вашему сидеть на двух стульях, какой-то баланс найти. Поэтому перерос, ну, понимаете, эти отношения, он как-то перерос их. Но такое ощущение, что его через манипуляцию заставят приехать. Либо он как должен приехать, да. То есть как обязанность, какая-то обязательство. Потому что по этим картам я не вижу, что человек прям, знаете, с любовью мчит туда, и там все хорошо. Ну, вот такие карты. Вот извините уж, но такая вот карта. Да, ему, понимаете, тяжело. Там какие-то обязанности, обязательства. Именно поэтому он поедет туда к этой женщине. Из-за обязанностей, из-за каких-то обязательств. Тяжело ему как-то в общении с этим человеком, даже если это его мать, да. Ему тяжело, но он должен. Там, к примеру, она манипуляция выманила его. Знаете, есть такие мамы, которые там чуть что-то так сразу, ой, у меня будет инфаркт, там, да, приедь ко мне, посмотри перед смертью на меня, не надо, знаете, посмотри последний раз. Ну, вот когда что-то не так, очень много просто бывает таких мам, мам, да, которые вот так вот манипулируют, там, я умру, а ты меня не увидишь. И вот постоянно такими манипуляциями, да, человек ведется и постоянно приезжает. Вот. У меня сын, поэтому я думаю, господи, неужели я буду такой, да не дай бог, чтобы я такой мамой стала, да. Вот. И это самое. И если это жена, то там тоже как-то может манипулировать, дети как-то могут манипулировать, да, там, мне нужна твоя помощь, прибить полочку, ну, что-то такое. Ну, понятно, да, то есть какая-то вот здесь именно манипуляция будет. Поэтому здесь вот так вот. Поэтому здесь вот так вот. Будет ли он думать о вас? Будет ли он думать о вас? Да он уже здесь, он еще корнями в рост, он уже постоянно там в этой ситуации, он уже постоянно там думает о вас. Да, смотрите. Он здесь под лупой будет рассматривать все ваши фотографии. Вот смотрите, да. Я вот окуляры свои оденет, блин, не видно, жалко. Окуляры свои оденет и будет здесь рассматривать под микроскопом все ваши фотографии, кто вы, где вы, с кем вы там. Однозначно здесь ему хочется трансформации ваших отношений, хочется. Но здесь надо работать над отношениями, надо вкладываться, да, надо поднимать свои телеса, да, и что-то делать. А он понимает, ему, а ему не хочется ничего делать. Я хочу сидеть вот так, чтобы все само пришло, чтобы здесь само все разрулилось, а я посижу, пока подожду, здесь какой-то маленький мальчик, да, кстати говоря, у человека почему-то такая информация пришла, что может быть какая-то детская травма. Вот, и здесь вот он, посижу, пока я ничего делать не буду, да, пока вот здесь само все разрулится, а потом я только начну действовать. Нет, пускай само все разрулится, а когда уже все разрешится, я такой приду и типа это будет мое решение. Как-то вот так, понимаете? он видит, что вы вот такая вот, да, он пока, он пока не видит шансов, понимаете? Он вспоминает однозначно, да, карты ностальгии, хандры, как вы время проводили, какие у вас были совместные там, да, вот какие-то совместные ваши, здесь 4 кубка, да, и вот здесь 2, какие-то совместные ваши мероприятия, как вы время проводили, да, какие-то праздники, здесь детки, у кого если есть детки, но вот шансов не видит пока думать будет, но он понимает, что здесь вот он такой рогатенький олень что здесь ничего не получится понимаете, вот такое вот вот такая вот ситуация, а вас думает да, но шансов не видит, такое ощущение что он смирился с тем, что шансы, знаете, как-то упустились, что человек здесь ну рога свои, да, надел так скажем, что вот раньше надо было думать, а теперь только о рогах и можно думать вот какая-то такая ситуация вспоминает, да, но тяжеловато ему вот такой вот получился расклад девочки, мальчики, я вас всех люблю, всех целую, до новых встреч